В Челябинске арестовали водителя, который сбил ребёнка и скрылся. Сотрудники госавтоинспекции за два часа разыскали лихача. Все подробности в сюжете. Момент ДТП запечатлила камера домофона. На кадрах видно, как девочка выбегает перед автомобилем, а водитель не успевает затормозить. В итоге ребёнок упал и получил травму головы. Мужчина не стал вызывать скорую полицию, а просто покинул место ДТП. Но его нашли и арестовали. В Аргояшском районе подросток на мопеде сбил семилетнего мальчика. При каких именно обстоятельствах он сбил несовершеннолетнего, не сообщается. Но известно, что прав на управление транспортом у юноши не было. Ребёнок в больнице, а полиция уже начала проверку. Ещё одно ДТП в Аргояше. Пешеход оказался в коме после того, как его сбил автомобиль. Водитель не стал оказывать помощь пострадавшему и скрылся. Поймать лихача удалось благодаря бдительности неравнодушных граждан. По факту ДТП проводится расследование. В Челябинске столкнулись кроссоверы-легковушка, в которые ехали дети. На месте работало несколько бригад медиков. По словам очевидцев, водитель на белой «Шкоде» проехал на красный. После удара одного несовершеннолетнего видели на руках у девушки. Второму ребёнку, видимо, потребовалась помощь медиков. В Златоусте после ДТП одна из машин врезалась в столб. Это последствия аварии. Кто прав, а кто виноват, выясняется. А эта автоледи в Златоусте скрылась с места ДТП. Очевидцы утверждают, что женщина за рулём была пьяна. Она выехала на железную дорогу и перекрыла движение поезда. Неравнодушные водители помогли даме вытолкать авто и вызвали сотрудников ГИБДД. Когда автоледи об этом узнала, то села за рулей скрылась с места ДТП. Автомобиль удалось найти, а вот женщину до сих пор разыскивают. Ей грозит лишение прав или 15 суток административного ареста за оставление места аварии. На трассе М-5 произошло сразу две аварии с большегрузами. В Ашинском районе столкнулось несколько грузовиков и легковушка. Последствия сняли с высоты птичьего полёта. В результате ДТП пострадало два человека. Движение на мосту было временно парализовано. А это кадры аварии с большегрузом недалеко от Аши. Здесь столкнулись грузовик Ивека и Ларгус. Подробности ДТП выясняются. Погибли двое – 52-летняя автоледи, которую управляла Лада Ларгус, и её 19-летняя пассажирка. В Копейске на кольце столкнулись легковушка и газель. От удара машина опрокинулась на бок. Водитель газели, похоже, пытался уйти от столкновения. Но манёвр не получился. На место приехали медики. Видимо, кому-то из участников аварии понадобилась помощь врачей. А это кадры аварии на Меридиане. По словам шофёра газели, водитель автомобиля «Фольксваген» просто не вписался в поворот. В итоге оказался на встречной полосе и столкнулся с газелью. После машина влетела в ограждение и превратилась в груду металла. На место аварии приехали врачи и сотрудники МЧС. Водителя «Фольксваген» увезли в больницу. А его пассажирка пострадала незначительно. В Миасе машина с компанией молодых людей вылетела с дороги. По предварительным данным, один человек пострадал. Автобус и троллейбус чуть не раздавили легковушку в Челябинске. Легковой автомобиль двигался за троллейбусом, а следом ехал автобус. Водителю автобуса стало плохо за рулём. В этот момент троллейбус остановился. А водитель автобуса не затормозил и протаранил легковушку, буквально впечатав её в троллейбус. А это кадры с камеры видеонаблюдения на пересечении улиц Чайковского и Комсомольского проспекта. У троллейбуса отпала штанга и приземлилась прямо на автомобиль, который двигался рядом. Благо, никто не пострадал. Водитель «Газели» не уступил дорогу трамваю. В итоге остался без фары. В момент ДТП сняла камера видеонаблюдения. В Златоусте из фуры вывалились колёсные пары от поезда. Всё сняла камера видеонаблюдения. Больший груз начал движение на перекрёстке, и колёсные пары выпали на проезжую часть. Видимо, они не были закреплены в кузове должным образом. К счастью, все автомобилисты соблюдали дистанцию. Никто не пострадал.